Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю цикл рассказов про отдых в Турции, и сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в Бодрум. Как я говорила в предыдущих видео, мы отдыхали в Турции осенью, в самом конце сезона, в отеле Шарм Бич, который расположен в 20 километрах от Бодрума. В отеле нам предложили несколько экскурсий, и мы остановили свой выбор на путешествии на кораблике на закате. В эту экскурсию также входило посещение ворот Миндоса и ветряных мельниц. Наша экскурсия стоила 50 долларов с человека. Итак, первая наша остановка – обзорная смотровая площадка с белыми мельницами на горе в Бодруме. Сами по себе мельницы не представляют особого интереса. Сюда стоит приехать ради панорамного вида на многочисленные бухты этого прекрасного города. Мельницы использовали вплоть до 70-х годов, но сейчас полуразрушены и выглядят заброшены, несмотря на то, что это одна из главных достопримечательностей Бодрума и негласный символ города. Пархатный сезон в Турции – отличное время для путешествий. Можно поездить на экскурсии, не страдая от жары. С вершины горы отчетливо просматриваются внушительные размеры Бодрума. Город просто необъятный. Следующая наша остановка – ворота Миндеса. Это восстановлены остатки единственных уцелевших ворот из того, что первоначально представляло собой длинную 7-километровую стену, очевидно построенную правителем Мавсолом в IV веке до нашей эры. Перед воротами с двумя башнями находятся руины Рва, в котором в 334 году до нашей эры утонуло войско Александра Македонского. Мы проехали мимо знаменитого амфитеатра Галикарнасо и свернули в направлении центра Бодрума. На центральных улицах много лавочек и магазинов для туристов, но цены, на наш взгляд, завышены по сравнению с рынком в Туркут-Рейсе. На моем канале есть два видео, посвященных шоппингу в Турции. Я оставлю на них ссылку под этим видео. В центр города можно съездить самостоятельно на общественном транспорте. Итак, мы добрались к ройзный порт, откуда стартует морская экскурсия. Порт очень большой и красивый, поистине впечатляет. Нам повезло, народу было немного, и мы насладились морской прогулкой в полной мере. Я постаралась передать эту атмосферу в своем видео. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Мы прошли мимо замка Святого Петра. Эта средневековая крепость разведена в 15 веке рыцами-госпитальерами с Родоса. К сожалению, сейчас она находится на реставрации. Кульминацией нашего путешествия было купание с кораблика на закате и ужин. Этим видео я заканчиваю цикл рассказов про отдых в Турции. Я оставлю ссылку на плейлист с остальными роликами. Буду рада, если мои советы будут полезными для вас. Подписывайтесь на мой канал. До свидания и до новых встреч.